В Верхневолжье теперь можно посещать парки и игровые площадки, но только при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции. Соответствующее постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе, подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Наша съемочная группа побывала в популярных местах отдыха и выяснила у жителей Твери, как они встретили эту новость. Жизнь в областной столице возвращается в привычное русло. Теперь можно полноценно тренироваться на всех спортивных площадках, посещать прогулочные зоны и парки. Больше всего жители Твери ждали открытие городского сада. Это любимое место для отдыха взрослых и детей. В период самоизоляции сад был закрыт, но его сотрудники все равно продолжали работать. Все три месяца парковые территории города Твери были закрыты для посещения. Не работала розничная торговля, но вместе с этим предприятие не останавливало свою деятельность. Наши сотрудники поддерживали состояние парков на должном уровне, косили траву, сажали цветы, занимались благоустройством, озеленением, поддержанием той красоты, к которой привыкли наши жители и ждали открытия и готовились. Посещая в том числе городской сад в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, сотрудники муниципального предприятия рекомендуют жителям Твери и области соблюдать все меры предосторожности и в первую очередь дистанцию в полтора метра. Чтобы взрослые и дети чувствовали себя в безопасности, на территории сада проводят рекомендованный Роспотребнадзором противоэпидемические мероприятия. Наши сотрудники обрабатывают горизонтальные поверхности, это лавочки и ограждения, проводится санитарная обработка. Плюс к этому, конечно, в устной форме мы рекомендуем держать социальную дистанцию для наших посетителей. Сейчас в горсаду временно не работают аттракционы и их включат после соответствующего постановления губернатора Тверской области. О проведении массовых мероприятий на территории парка говорить рано, до тех пор, пока в Твери полностью не отменят ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19. В областной столице частично начали свою работу фонтаны. Ждать их открытие пришлось аж с майских праздников. Одним из первых фонтан запустили в Заволжском районе Твери, на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта. Жители города уже наслаждаются прохладным журчанием воды, ведь это как никогда актуально в такую погоду. Судя по результатам опроса, который записала наша съемочная группа, к жителям Твери и области возвращается ощущение уверенности в завтрашнем дне. Радость испытываю, что жизнь возвращается прежняя. Вот в этом радость. А то так надоело все эти, так сказать, сидения дома. Приятно очень. Даже как-то смешно и свежее становится. С ребенком где-то погулять все-таки надо. Ребенок маленький, хочется уже показать и фонтаны, и вообще все прелести нашей жизни. А то все сидели в изоляции, хочется уже на свободу, к воде. Также в этом году планируют запустить после ремонта и модернизации фонтан в парке Победы, который до этого не работал 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok